Источники по истории Вам могут встречаться разные термины, специфические Они могут показаться неожиданными, непонятными Желательно знать их значение И мы сейчас запишем с вами Графо по-гречески что означает? Пишу, да, описывая Но история понятна И так смысл данного термина очень прост Описание истории Историография Это описание истории Простое изложение фактов, событий, дат исторических Просто изложение Просто констатация фактов, событий В определенной последовательности Как простая хроника Это есть историография Описание, изложение истории Второй термин посложнее Историю София Опять связь с греческим языком София по-гречески что ли? Мудрость Мудрость, да В Константинополе есть знаменитый храм Храм Софии при мудрости Божией Древний Храм знаменитый Храм Софии при мудрости Божией В школе здесь, в одной второй части стоит Мудрость Это уже не простое описание Непростое изложение событий исторических Непростая констатация факта А это уже осмысление истории Анализ истории Выяснение причин Каких-то событий Изучение следствий Сравнение Бесравнительный анализ Выводы, заключения Обобщения Это уже более сложный подход К истории Вообще в процессе Освоения каких-либо знаний Есть три ступени Может быть Вы слышали о них Первая ступень Самая простая Это Получение какой-то информации И Потом Воспроизведение ее Один к одному Что-то услышали Преподаватель сказал Прочитал Там в книжке Две-три страницы И то же самое потом Повторил Воспроизвел Простое воспроизведение Полученной информации Что-то самое простое Это начальная ступень обучения Самая простенькая Вторая ступень Более сложная Полученную информацию Надо передать Своими словами Это уже труднее Здесь уже включается Творческий подход Творческий процесс Начинается И третий уровень Самый сложный Самый продуктивный Третий уровень обучения Анализ Анализ полученной информации Не просто Создание Воспроизведения Или передачи Своими словами Но еще Попытка проанализировать Документы Какой-то Исторические информации Увидеть плюсы Минусы Сопоставить Вывод Сделать Почему мы Эту Параллельную Тему захватили Это важно Для современной жизни Для современных Процессов Обучающих Потому как Главный акцент Желательно делать Не на Накоплении Просто информации Когда голова Превращается В некий склад Склад Всевозможных Знаний Сведений И так далее Акцент На том Чтобы Уметь Пользоваться Этой информацией Анализировать Учиться Думать Учиться Размышлять Можно Да Конечно Можно Вот В Англии Например Есть знаменитый Оксфордский Университет Старейший Где-то С 12 века Это первый Университет В Европе Основали Его Люди Верующие Люди Церковные Первых Студентов Там было 12 По числу Учеников Христа Там Есть Знаменитый Богословский Факультет Туда Принимают Всех Коль Это Такое Нейтральное Заведение И вот Что Интересно Те Студенты Которые Заканчивают Богословский Факультет Оксфорд Оксфордского Университета Работают Везде Успешно В бизнесе В экономике Программировании В научных Технических Сферах Странное Явление Богословские Предметы Изучали А успешно Работают Совсем В других Сферах Почему? А потому Что их там Научили Мыслить Их Научили Думать Как сейчас Говорят Креативно Творчески Искать Творческие Подходы И они Научившись Так думать Осваивают Всякие Новые Предметы Новые Специальности Новые Подходы Несмотря На то Что Вроде Специализация В них Была Гуманитарная Богословская Богословская Это Вот То Что Связано С Историей Софии Здесь Мы Должим Попутно Отметить Вообще Наш Взгляд На Историю Мне Например История Не нравилась В школе Очень Очень даже Нравилась И я Не очень Хорошие Отметки Получал По истории По школьному Курсу Потому что Она была Очень скучная Даты События Нагромождение Такое Надо было Все Запоминать Запоминать Неохота Но вот Истинная История Это не только Даты Это не только Имена А истинная История Это процесс Это жизнь Это жизненное Явление Это процесс А вот этот предмет Для них Популярно Философия История 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 Отличается Чем Я думаю Что Вот он Как раз И связан С историей История Это одно и то же Да Есть такие Крупные Философы Немцы Иоганн Гердер Он написал Такой Таунут Товстеннейший Да И называется Таунут По-моему Так Философия История 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 Начиная Там с древнейших Времен Он берет Древние Греки Древние Римляны И Он как раз Занимается Осмыслением Анализом Исторических Процессов Не просто Там Дает Хронику События Исторические А Осмысление Вот Третий Я имею Такой Специфический Мета История Опять Здесь Связь С греческим Языком Теперь Уже Первая Часть Слова Мета Это Частица Греческого Языка Переводится Она как Сверх 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 Или Над Чем Сверх Чего-то Над Чем-то Мета История Если проще Говорить Это Сверх Естественная История Что это Значит Сверх Естественная История А это Когда Историческое Событие Исторический Процесс Нельзя Объяснить Рационально Логически Научно Нельзя Применить Чисто Рациональные Научные Методы К тому Чтобы Постичь Сущность Этого Процесса Другими словами Можно сказать Мета История Это Вот То явление Когда В историю Вмешивается Бог Божье Вмешательство В ход Истории Неожиданным Образом Может быть Для многих Парадоксальным Образом Чудесным Образом Бог Влияет На ход Исторических Событий И тогда То или иное Явление Или события Исторические Невозможно Объяснить Только чисто Логически Научно Национально Исторически Что здесь Уже явление Такое Сверхъестественное Надо Мирное Можно сказать Может это Не совсем Партийно Но Наверное И предсказания Такие могут быть Да Вот если вы помните Лет 10 назад Был как-то Динал Знакового Постла Вы были наверняка Читами Так Маленькие Такие Семненькие Куночки Нет Незнаком И там Описывался Школьный Таким Московский Лёва Филопа Как он Все Предсказал Он Четко Был В 1940 Году И вот Он писал Вот Скоро Начнется Война И в общем Он изложил Весь ход Этой войны Действительно Как она Как она Нашла Создает Дневники Потом Его забрали На фронт Естественно В первом Году Он там Очень быстро Погиб Ну и Дневник Его остался Через несколько Повет Его мама Куда-то Его принесла Историки Многих Стран Они До сих пор Могут Понять Что Это Было То ли Это Такая Примитивная Компания Задумана Что Любой Московский Школьник Ее Могут Просчитать То ли Это Действительно Был Пророк Какой-то Ну как Они Не пришли К Какому-то Аминь Да Ну конечно Да Если Мы Даже Будем Иметь Ввиду Библейские Пророчества То Что Говорили Библейские Пророки Когда Это тоже Можно Отнести К Мета Истории Они Как раз И говорили О том Как Бог Бог Является Богом История Сам История Да Я думаю Что Это Может Быть Как Дар Божий Особая Способность Ведь Дух Жит Дух Где Хочет Так Сказал Христос Никодим Нельзя Ограничить Каким-то Рамками А тут Ограды Но Вот что Касается Грядущей Войны Ведь Многие Просто Предчувствовали Один Сталин Почему-то Не верил Даже Конкретным Донесениям Когда Разведка Слава Ему Информация О том Что Гитлер Войска Концентрирует Готовит Военные Действия Не верил Были Явные Доказательства А в народе Уже Дух Войны Да Европы А идеи Они же Носятся В воздухе Ну Наташа Документы В школе 20-е Года Была Чудовая Он Когда Жил В 40-м Годом Учился В 40-м Годом После школы Сразу Двое На Хрон Нам не безразлично Современная Церковь И у нас Есть Что Ей Предложить Поддержите Наш Проект Молитвой Финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти На Сайте 3wtvseminary.com Вот мы Упомянули Двух интеллиентов Российских Лихачева И Аверинцева И тот И другой Были люди Верующие Но я думаю Что Аверинцев В наибольшей степени Лихачев Может он Просто Так Открытно Заявлял О своих Взглядах В убеждениях Да А Аверинцев Мог Прям Выражать Даже В советское время Когда он Читал Лекции В УЗИ Рассматривают Рассматривают Призывал студентов Сам феномен Христианство Почему Христианство И церковь Христианская До сих пор Сохранились На земле И Аверинцев Ответил Что чисто С научной Точки Зрения Это Необъяснимо Рационально Научно Нельзя Объяснить Если подходить С такой Точки Зрения То Церковь Должна Была Быть Уничтожена Уже На заре Своего Возникновения К тому Как Такие Могучие Силы Против Нее Ополчились Иудаизм Законничеством Да Римская Империя Совсем Машина Подавления Государств Церковь Должна Была Прекратить Своё Существование Ещё Тогда Но Она Сохранилась До сей Поры Почему Вот Христос Что Сказал О судьбе Церкви Когда С Петром Да Врата Ада Её Не Одолеют Не Одолеют Врата Ады На самом деле Не Одолели Очень Интересно Астасин После Нашего Курса Как Вы Понимали Врата Ада Что И Силы Ну Я думаю Что В данном Случа Это Такое Образное Выражение Врата Ада Другим Словом Все Силы Ада Силы Силы В какой-то мере Искажать Писание Очень много И в чисто Библейской Истории Явлений Которых Можно Отнести Мета Истории И в общей Истории Человечества Тоже Много Было Мета Исторического Ну Например Там Война 1812 Года Почему Вдруг Изменился Ход Боевых Действий Русские Войска Отступали Отступали Москву Даже сдали В конце концов Вдруг Потом Перелом Наступил Историки Ломали голову Почему Там Случился Такой Перелом Наполеон В это время Там Насморк Был Сильный Морозы Русские Но Странно Наполеон Полководец Такой Молодой Энергичный Гениальный Кутузов Престарелый Постоянно Спал На военных Советах И вдруг Победа Оказалась На стороне Русских И Если Вот Вы помните Лев Толстой Войне и мире Там Приводит Такой Интересный Факт По поводу Этого Перелома У него Там Тоже Целые Главы Такие История Усовская Он Размышляет И свои Там Мысли Мысли Другие Почему Победа На стороне Кутузова На стороне Наполеона Оказалась В конце Концов Он Приводит Такой Факт Когда Был Военный Совет Филях Решалась Судьба Москвы Сдавать Нам В Москву Или Что Биться До Последнего Но Не пропустить Французов В Москву Все Генералы Там И адмиралы Голосовали За то Что Стоять Не сдавать Столицам Костьми Ляжем Но Столиц Не сдадим А Кутузов Дремал Вроде бы Время Дебата Остров После всех Этих Разговоров Он Начинает Держать Речь Стоит И говорит Ну Вы Хорошо Здесь Господа Рассуждали Я вижу Что вы Патриоты А вот Я Волей Божией И Волей Государя Императора Приказываю Отступление Мы Отступим Мы Сдадим Нашу Столицу Но Сохраним Россию Отдадим Наполеон Москву Столиц Потеряем Потеряем Столиц Но зато Сохраним Россию Вот такое Было решение И Предисловие Какое Специфическое Я Волей Божьей Приказываю Отступление Сослалось На такое Водительство Внутрь На Божье Воздействие На Мета Исторический Процесс Несколько Даже Смотреть В Библии Как на Историю Когда Израильский Народ Отходил Из Египта И Потом Захватывал Территорию Народы Были Более Сильны Многочисленные Да Да Конечно И Они Побеждали Вопреки Всего Да Семидневная Семидневная Война Там Просто Логически Надо было Проиграть Да Недавно Когда Израиль Бомбили Семидневная Семидневная Апокалипсис Последняя Книга Библии Вот Хороший Пример Провели Есть Да Такой Предмет Философии Истории Теология Или Богословие Истории Дано Нам По сути Дело В последней Книге Библейской В Откровении Апокалипсис Там Есть История София И Есть Мета История Апокалипсис Бог Действует История Вмешательства Бога В исторический Процесс Субтитры Продолжение следует...